В последнее время федеральные СМИ много рассказывают о разгуле стихии в некоторых регионах России. Что же касается Верхневолжья, то несмотря на очень снежную зиму, паводок в регионе прошел в целом благополучно. Правда, без отдельных происшествий все же не обошлось. Так в СНТ Светлый на северной окраине Твери затапливает дачные участки. Садоводы в недоумении. Вода в таких объемах появилась у них только в этом году. Раньше подобные подтопления в их садоводческом товариществе не происходили. На месте побывала наша съемочная группа. Вода из пруда уже вплотную подобралась к домам. Огороды, расположенные в низине, также изрядно затоплены. Дачники недоумевают. Много лет они не сталкивались с такой проблемой. Когда снег начал таять, у нас ничего не было. У нас все было нормально. У нас пруд был низко, лед там вообще был. Это все началось с последними дождями, которые прошли. После этого резко пошел подъем, и мы поплыли тут. Вот она после этого дождя так и стоит. Вот он ее наполнил, налил и все. И все встало здесь. Особенно тяжело тем, чьи участки расположены в низине. Вода никак не уходит. Перемещаться по приусадебной территории становится затруднительно. Всего, по словам садоводов, затопило около 40 участков. Подтапливают вот эти все участки, которые здесь видно. Здесь она естественная низина наша. Поэтому все воды стекают сюда, к нам. Здесь вырыты два пруда и сделан отвод этих вод отсюда. И поэтому любой участок, если на нем непосредственно не видно воды, но если вы копнете, там вода. А вот эти участки, вот они плавают. Ходить невозможно. В бороздах вода. Садить мы сейчас уже ничего не сможем, потому что очень мокрая земля. Когда эта земля высохнет, мы не знаем. Даже если будет вода уходить постепенно, потихоньку, без этого отвода, мы просто этим летом ничего не сможем посадить. Мы просто останемся, ну, так сказать, с голой землей. Раньше лишняя вода уходила через дренажную систему, которую дачники сделали сами. По трубам вода шла через поле, а затем уходила в Тверцу. Много лет система исправно работала и справлялась со своей задачей. А теперь колодцы и каналы затоплены водой. Вот это сейчас уровень высокий, не видно ни трубы, и вода стоит вровень, никуда не идёт. А раньше здесь было хорошее течение, всё туда утекло дальше, и попадало под дорогу, и уходило всё в Тверцу. И у нас всё было замечательно, сухо, всё это действовало. Мы её регулярно чистим, следим за ней. А теперь всё, вот она встала, и всё, и это течение прекратилось, и, соответственно, пошёл у нас подъём. Дачники обращались к приседателю СНТ. Он пообещал найти помпу, чтобы откачать воду. Однако, как говорят садоводы, это временное решение. Необходимо восстановить повреждённую дренажную систему. Когда была система дренажная, полностью свободная, был обмен такой воды, и было нормально, хорошо. А сейчас будет вода стоять. Это значит, начнётся гнить всё это, начнутся комары, здесь появятся змеи, здесь затухнет антисанитария. И мы просто, скажем так, в болоте будем находиться. Для разъяснения в сложившейся ситуации мы отправили запрос в администрацию Калининского муниципального округа. В органе исполнительной власти нам сообщили, что не оставят этот вопрос без внимания и готовы помочь в решении проблемы.